Приветствую друзья, на связи Андрей Жариков. Состоялась встреча руководства компании Silverstar и лидеров и на этой встрече были озвучены следующие новости. На данный момент в компании 10900 активных пользователей, что, конечно, неплохо. В новой версии Гамильтона и Бенджамина будут встроены фильтры для тех периодов, когда на рынке будут озвучиваться значительные новости. Эта функция должна быть внедрена на следующей неделе. Мы опубликуем видеоинструкцию о том, как обновить роботов. Пользователь сможет выбрать допустимую величину просадки, когда робот отключается. Если сделка имеет просадку в пределах заданной величины, то она будет закрыта автоматически для защиты вашего капитала. Если вы профессиональный трейдер и не хотите, чтобы сделки закрывались автоматически, вы сможете отключить эту функцию. Ну, это как раз к вопросу о том, поскольку многие просили, нельзя ли как-то автоматизировать процесс выключения робота, потому что мы все живем в разных странах, в разных часовых поясах. И иногда сообщения об отключении выходят глубокой ночью, или человек на работе и просто физически не может робота отключать. То есть в новой функции будет такая, в новой версии точнее, будет такая возможность отключать робота централизованно. Но поскольку в момент отключения у нас есть некие открытые сделки, то нужно будет задать, к какой величине просадки мы готовы. Потому что немедленное отключение сделки, естественно, может привести к потере, и нужно будет, соответственно, указать, к какой именно потере мы готовы. Ну, как это будет конкретно все работать, посмотрим. После обновлений Гамильтон будет торговать четырьмя парами, чтобы компенсировать потерянное время торговли во время новостных событий. После выпуска данных обновлений также будет обновлен VPS. Чарт-лоудер, который был на предустановленном компьютере Forex VPS, больше не будет предустановлен, так как он был неэффективным и слишком сложным для настройки Бенджамина. Ну, чарт-лоудер в переводе это загрузка графиков или диаграмм. Я не очень знаю, не очень понимаю, для чего эта функция. Если знаете, напишите в комментариях. Для тех, кто хочет, чтобы роботы продолжали работать в пятницу, и кто готов к обнулению денег на счете, это будет разрешено. Но вот заявление от Дэйва. На вашем месте я бы этого не делал, если только вы не хотите обнулять свой счет намеренно. В английском используется выражение blowing account, то есть дословно это взрывать свой счет. В английском интернете я посмотрел, то есть имеется в виду как раз ситуация полного слива, то есть когда, так сказать, неудачная торговля на Forex приводит либо к потере полностью всех денег, либо значительной части. Вот, поэтому, по словам Дэйва, получается, ну, все-таки он не рекомендует это делать, особенно для новичков. Именно, чтобы роботы продолжали работать в пятницу. Ну, и, собственно, как раз события предыдущих недель показали, что действительно пятницы могут быть очень разрушительными, да. Сообщения Дэйва в Telegram будут более точными. Поскольку у нас теперь есть иностранные команды, он будет использовать более четкие рекомендации, понятные всем. А вот, ну, вот это как раз правильно, и именно это и надо было сделать, потому что в предыдущие недели как раз то Дэйв пишет, что он робота отключает, потом через какое-то время он пишет, что на какое-то время он его включит, и, соответственно, это пишется на английском языке, и многие там через Google переводчик пытаются как-то понять, что же он имел в виду, то ли надо включать, то ли надо выключать. В общем, нет конкретики. Поэтому, чтобы путаницы не было, то, конечно, договорились, что команды, которые Дэйвит пишет там в чате, они должны быть более четкими, более конкретными. Ну, будем надеяться, что следующие команды будут именно такими. Ну, кстати, на прошедшие недели те именно комментарии, те команды, которые звучали в чате, ну, на мой взгляд, уже более конкретные. Бенджамин, работающий с MT4, выйдет через 2-3 недели, может быть и раньше. Для тех, кто не в курсе, робот Бенджамин работает с платформой MT5 на данный момент. И, соответственно, видимо, кто-то захотел, чтобы он работал с платформой MT4 тоже. Если вы трейдер, если вы знаете, в чем принципиальные различия между этими платформами, пожалуйста, напишите в комментариях. Я не очень представляю, почему кому-то нужна именно платформа MT4. В чем ее преимущество. Тот, кто ставит в Гамильтоне лот больше, чем 1 сотая, тот стреляет себе в ногу, по словам Дэйвы. Или сам создает себе проблемы. Ну, я так понимаю, увеличение лота ведет к увеличению риска. Робот, торгующий нефтью, будет работать только в среду. Так что вы можете использовать действующую лицензию и запускать его с 9 утра до 2 часов дня. И потом переключать обратно на Бенджамин. Я думаю, что здесь имеется в виду время по-восточному, восточное время Соединенных Штатов. То есть это время Нью-Йорка. Здесь не имеется в виду московское время. Соответственно, когда этот робот выйдет, вы можете включать и выключать, применив соответствующую корректировку времени. Или вы можете купить для робота дополнительную лицензию. Пожалуйста. Но, как мы понимаем, дополнительная лицензия будет стоить еще 70 долларов в месяц. То же касается и робота, торгующего серебром. Также тестируется робот, торгующий криптовалютой и новостной робот. Бенджамин использует искусственный интеллект от компании Microsoft. Каждый робот учится независимо, а не от общих данных. Гамильтон сам по себе не является искусственным интеллектом. Но искусственный интеллект включается после 5-6 средних издержек. В английском оригинале используется Cost Average. Вот здесь я не очень понимаю. Если вы знаете, о чем речь, что имеется в виду, пожалуйста, напишите в комментариях. Чтобы удостовериться, что не происходит чего-то аномального. Если он имеет достаточно средств на счете для продолжения деятельности. То есть искусственный интеллект включается. После чего искусственный интеллект отключается. Но в серии вопросов и ответов как раз Дэйв там объяснял, что искусственный интеллект больше нужен для подстраховки. То есть он включается, когда видит, что возможна просадка. И когда проблема решена, скажем, он снова отключается. Если вы любитель создавать себе проблемы, можете в Бенджамине отключить функцию хеджирования и установить Stop Loss. Но Бенджамин по умолчанию настроен на минимизацию риска. Бенджамину нужен собственный VPS, поскольку это полностью искусственный интеллект. Вот это вот интересное замечание. Поскольку многие как рассуждают, я возьму один аккаунт VPS и на нем поставлю несколько роботов. Там 3 или 5 роботов. Но оказывается, что Бенджамину именно нужен отдельный VPS. А вот Гамильтонов можно запускать на одном VPS от 3 до 5 штук без проблем на одном аккаунте. Я рекомендую 3, но 5 тоже будут работать. То есть, по словам Дэвида, получается, на одном VPS аккаунте могут работать несколько. Хотя, ну, технически я вот не очень представляю. Потому что, как вы знаете, VPS аккаунты, они тоже разные. Там вы можете арендовать небольшое дисковое пространство. Можете много дискового пространства. Почему именно для каждого робота нужен вот прямо регистрировать отдельный аккаунт. Это вот я не очень понимаю. Если вы понимаете, напишите в комментариях. Начала работать новая команда, задача которой отслеживать нарушителей правил компании по всему миру. Если правила будут нарушены несколько раз, у нарушителей могут быть заморожены счета на неделю. Если нарушения будут продолжаться и человек не будет предпринимать никаких исправлений, то аккаунт такого пользователя может быть терминирован. Мы будем строго следить за соблюдением правил. Поскольку мы настроены на долгосрочную работу и обязаны соблюдать правила, установленные регуляторами. У нас есть программное обеспечение, которое уже обнаружило многих нарушителей правил. Если мы будем соблюдать правила, у нас не будет проблем с регуляторами или проблемы будут минимальными. Ну, здесь просьба тогда дополнительно для русской команды разъяснить от лидеров, от руководства, а в чем конкретно, что считается нарушением правил. Демонстрация собственных результатов на счете и публикация в социальных сетях. Я помню, когда мы регистрируемся, то есть там есть вроде бы такой пункт, что партнеры не имеют права публиковать собственные результаты, выкладывать где-то в социальных сетях. Вот эти правила имеются в виду или какие-то другие. Если вы в курсе, опять же, пожалуйста, напишите в комментариях. Вводятся новые методы платежа. Система Uphold работает отлично для всех новых комиссионных с 1 февраля. Если вы делали запросы на вывод комиссионных до 1 февраля, пошлите в компанию ваш IBO, ну, видимо, логин или IBO номер партнера и адрес PayPal и сумму, которую вы ставили на вывод. Готовятся новые материалы. Значит, дальше перечисляются новые материалы, которые планирует компания выпустить. Будет новое видео от компании, где более детально будет объясняться разница между Бенджамином и Гамильтоном. Будет видеоинтервью с Дэйвом, где он расскажет о создании роботов и о различных утверждениях в отношении него. Видео, в котором будет показано, как можно легко установить робота. Новое видео, в котором будет объясняться маркетинг-план компании. Планируется мобильное приложение, с помощью которого люди смогут установить робота, а также продвигать нашу компанию по всему миру. Видео создаются на разных языках, причем они будут такого хорошего качества, что люди будут думать, что компания создана в их собственной стране. Сообщения в Telegram и страницы веб-сайта будут переводиться на другие языки. Это, я считаю, отлично. Планы создать видео, причем на разных языках, мы только за. Желательно, чтобы эти материалы и видео были на русском. Мобильное приложение. Хотя я с трудом представляю, как мобильное приложение упростит работу по установке роботов. Потому что, кто уже устанавливал, знает, что эта задачка нетривиальная. То есть, надо зарегистрироваться на аккаунте брокера, пройти верификацию, надо приобрести WPS, установить туда робота, зарегистрироваться на сайте Silverstar, соответственно, купить лицензию и так далее. То есть, как это можно решить с помощью одного мобильного приложения, ну, не представляю. Так, видео создаются на разных языках, да, сообщения будут переводиться на другие языки. Значит, компания планирует создавать бренд для всех лидеров и использовать их собственные ресурсы. Ну, вот это я даже не знаю. Это, конечно, замечательно, потому что, как правило, получается наоборот, что это лидеры раскручивают бренд компании, да, и, ну, по сути, от этого страдает и собственный бренд. Ну, а здесь компания планирует создавать бренд для всех лидеров и использовать их ресурсы. Как это будет выглядеть? Может быть, если вы присутствовали на этой встрече и поняли, о чем речь, пожалуйста, напишите в комментариях. Наши рекламные материалы будут на уровне Голливуда. Они будут настолько качественными и крутыми, что это будет взрыв мозга. Кто-то там перевел даже, что типа Голливуд нам будет делать материалы. Ну, ребят, подучите английский. Там написано Hollywood looking. То есть имеется в виду, что материалы будут выглядеть, как в Голливуде. Это вовсе не означает, что Голливуд нам это будет делать. То есть на голливудском уровне. Ну что, посмотрим. Приглашены 14 новых сотрудников поддержки. И вот результаты. Неделю назад в среднем запрос поддержки обрабатывался в течение 5 часов. А на прошлой неделе первый запрос обрабатывался в течение 3 минут. Второй запрос в среднем 20-30 минут. Для команды из США мы создали отдельную группу поддержки, которая будет помогать вам с уплатой налогов и бухгалтерии. Наши сервера и команды будут готовы обслуживать до 500 тысяч пользователей. Напоминаю, что на данный момент количество пользователей 10 900. То есть к 11 тысячам приближается. Соответственно, мощности готовятся для того, чтобы обслуживать в 50 раз больше. До 500 тысяч пользователей. Новые брокеры, новые WPS сервера. Все будет круто. Вот такая информация на сегодняшний день. Следите за новостями. Подписывайтесь на канал. Нажмите на колокольчик, чтобы ничего не пропустить. С вами на связи был Андрей Жариков. Всего доброго. Global Star Club. Возможности безграничны. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok